Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На треть увеличился ввод жилья в Кировской области. В первом квартале этого года в регионе введено почти 150 тысяч квадратных метров жилья. План удалось перевыполнить на 38%, отметили в областном правительстве. Но стоит заметить, что основной объем введенного жилья – это индивидуальное строительство – 124 тысячи квадратов. Площадь, сданных в эксплуатацию многоквартирных домов – 25 тысяч квадратных метров. Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. План на 2023 год – ввести 560 тысяч квадратных метров жилья. По словам зампреда областного правительства Алексея Жердева, регион ставит перед собой задачу перевыполнить этот план. Сделать это хотят за счет увеличения площади вводимых многоквартирных домов, но при этом стоит задача не снижать темпы ввода индивидуальных жилых домов. Экономика. Кировская область попала в топ-10 регионов с самым прибыльным бизнесом. Рейтинг по итогам 2022 года составила аналитическая служба «Финэкспертиза». По данным ее специалистов, доля прибыльных предприятий в нашем регионе составила 79,5%. Это восьмое место в стране. Позади остались даже Московская и Ярославская области. По сравнению с 2021 годом, доля прибыльных предприятий в нашем регионе выросла почти на 2%. Общая прибыль кировских предприятий составила 34 миллиарда рублей. Убыточные организации потеряли за год 2,5 миллиарда. В среднем по стране 74% предприятий являются прибыльными. В лидерах рейтинга Воронежская область с показателем 82%. Но при этом эксперты отмечают, что общий финансовый результат предприятий страны в 2022 году сократился. В эфире «Экономика». 172 тысячи рублей кировчане называют суммой «достаточной для счастья». Таковы итоги опроса, проведенного специалистами сервиса «Суперджоп». Жителям Кирова для счастья надо 172 тысячи рублей. Год назад жители нашего города называли сумму на 17 тысяч меньшую, а два года назад на 40 тысяч. Причем, что интересно, в целом по России запросы снизились на 5%. Запросы мужчин превышают женские почти на 30%. Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35. Чем больше уровень дохода, тем выше запрос. 145 тысяч рублей у россиян с зарплатой до 50 тысяч и 265 тысяч рублей у тех, кто зарабатывает более 80 тысяч в месяц. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Программа «Экономика».